всем доброе утро сегодня 27 июля я в пешеводном походе по восточным саянам протяженностью 120 километров примерно потому что часы показывают больше первый участок пути был меня по горам из аршана я вышел перешел перевал аршанский и спустился по фидюшкиной речки к реке китай второй участок это сплав по китаю 102 километра до поселка раздолье оттуда я на автобусе поеду усолье сибирское с усолья сибирского я сяду на электричку и поеду домой в иркутск вчера я проплыл рекордное количество километров 68 поздравляйте меня и теперь у меня есть шанс попасть на автобус в раздолье потому что вчера я проплыл всего 12-13 километров я думал что все никак я не одолею эти 102 километра реки но тут уже попроще обносов меньше там было много обносов чем выше по реке тем больше перепады высот большие перепады мощные шеверы огромные камни не везде как бы я был способен проплыть с моим опытом возможно будущем я смогу там проплыть пока что нет а пока красота солнышко вылезло как я мечтал вчера и светит на мой лагерь сушу некоторые вещи о мокрая палатка снаружи внутри я протер палатку снаружи пока не протирал может солнышко подсушит варю чай потом у меня будет о ничем мышка нагадила ну как так-то мышь нагадила на бутылку мне вот это да а что бутылки ложить не на песок я содрал кору тополей которых принесло сюда рекой просто пнул по коре она отвалилась и бутылки у меня лежат на этой коре это сосновая кора на сосновой коре стоит горелка она не пачкается песком кастрюльки тоже стоят очень удобно классный придуманный love lifehack ладно буду завтракать у меня будет картошка с сыром обычная такая толчонка такая микро хлопьев история вчерашнего дня плыву я смотрю шевера думаю надо как-то ее пройти же ведь она в основном все мелкая 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 и тут я смотрю где же поток то мой никак не вижу поток глубокий ну и пока я разглядывал глубокий поток меня затащила в эту шеверу мелкую часть и поволокло короче по этим камням торчащим боком и и я застрял короче там чуть пошевелишься в лодке ее еще немного протащит по этим камням скорость такая большая уклон хороший поток сквозь эти камни несется пришлось кое-как вылазить из лодки плещет в борт лодки вода наверное это то о чем я мечтал залететь боком в шеверу и перевернуться там постирал футпринт тот что под палаткой лежал вон он висит вот еще какой-то мешок это мешок из подвесла зак это я одену все все упаковываю и вперед я жду этого момента чтобы опять грести заем а в в в в в в в в в Рюкзак подсох, классно. Тут место такое узкое, хоть оно вроде бы как рассчитано под рюкзак, но сюда его затолкать проблематично. Сверху дорогозащитный фартук, рюкзак, поэтому не мокнет, мокнет только дно, которое на дне стоит. Так, время 9.26. Пока замечательная полянка, классно тут было, я вообще спал как убитый в этот раз. Но камушки я вот так оставил, не стал все выкидывать. Китой разберется, поднимется и разберется. А моя лодочка хочет уже в путь. Ну что ж. В путь. Конечно в путь. Так. Аккуратно. Сюда подплывай. Ого, штаны где-то в зеленку испачкал. Эх, на лодке классно. Прохладненько, на берегу жара. Сейчас надо смотреть, где мне плыть. Очереднейшие веры, перекаты. Вода прозрачная. Мусор плывет. О, тут уже мусор. Как в этом, в Иркуте. Первая сегодняшняя шевера. Вон, кстати, местечко есть. Столик с крышей. Эх, легко я что-то оделся. Ветерок прохладный. С утра дует. Где вода темнее, там глубже. Где брунит сильно, там камушки торчат. Вон, справа глубина. Так, теперь надо левее. Отлично. Да, тут отличный берег тоже. Но у меня там удачный подход был. В кладе. Шеверы. Перекаты. Куда я? Куда ты? Опа. Опа. Тенистое место такое интересное. О, там какая-то заводь, как будто бы такой перепад. Лодочников нет вообще. Никто не гоняет на лодках. Это ж прикольно. Манинск я уже где-то там проплыл. Все это где-то там за островами находится. Да и сам Манинск сколько там? Четыре дома, наверное. Следующий у меня Октябрьский. Где-то там тоже я его не увижу. А вот и бревна, про которые мне говорили. Вон та березина прикольная. Вечный двигатель. Водой уже сорвало листья все. Опа. Чуть не прикоснулся. Какой лес. Наверное грузди растут. А все завалы вон там на островах. Это когда вода выше была. Они наверное в воде лежали. А теперь они на островах. Так. Все. Справа мель. Надо уходить налево. Вон видно, да? О, глубина пошла. Вон там поворот веселый. Впереди. Справа отмель. Корни лежат. Выворотни принесенные рекой. Впереди опять сосновый бор. Я так понимаю, где сосновый бор, туда не затекает река. Или затекает, но очень редко. А где вот всякие ивы там, тополя невысокие. Значит там смывает раз там может быть в 10 лет. Где, еще меньше там, еще чаще смывает. Вот они выворотня эти лежат. Мне они не помеха. Вот опять какая-то лагуна. Уууу, швера. или это перекат. В общем, просто вода течет. Еще скорость-то хорошая. С ветерком. Так, скорость упала, кажется. Вот мне кажется, облепиха там еще растет на берегу. Но я ягоды вообще не вижу. Может, в этом году нет ягоды на облепихе? Или это ивы маленькие? Тут вдоль берега обычно самое течение. Это, скорее всего, остров. Вон дерево, куда закинуло. Значит, вот туда тоже заносит. Во-во, какой корень торчит. Прямо из берега. Обалдеть, он врос там, в берег. Так, сосна в воде. Красота. Во, вот такой мне берег нравится. Вроде бы песочек и травка растет. Так, похоже, течение ушло на тот берег. Как это? Оно меня бросило. Тут опять перекат. Справа мель, слева мель. Такое только на Китое бывает. Вот, друг, откуда ни возьмись, вдоль того берега течение уже. Так, а мне надо уходить правее. Чтоб попой не сесть на камушек. Так, хорошо. Я в очках сегодня, мне отлично все видно. Вот там мелко и вон там мелко. Так, я где-то на грани. Ох, какие бульки. Все. В струю плывем. О-о-о, ударило в борт. О, какие волны тут. А, кстати, горки все ниже и ниже становятся. Уже где-то вдалеке, такие более-менее высокие горки. А тут уже рядом такие низковатые. Еще и меня вытолкнуло из течения. Как так-то. И к берегу придавило. Вот оно течение. Наверное. Не пойму, где течение. Какой-то водоворот. Гладенько так возле берега. Обычно там течение. А ветер такой спокойный. Приятно. Опять шумят перекаты. В какой мне заплывать. Наверное, вдоль берега. Течение уже ослабло. Первая струя пошла. Попробуем вдоль берега проплыть. Начинаются какие-то нездоровые игры в мелководье. Типа, если здесь влево совсем идти, то вроде бы как это самая глубокая протока. Ну, е-мое, тут перепад какой воды. А это что там вдалеке? А-а-а. Там еще одна протока подходит. Поэтому больше воды потом становится. А в моей, в той, в правой, меньше. А-а-а. Да, я всегда проскакиваю в такие места, где потоки соединяются. Это самые красивые места на реке. Тут, конечно, нет столько воды, таких скоростей, как там наверху. А там прям вообще огонь. Так, вот камушки мелкие. Можно по мелью плыть. Так, хорошо иду. Квощом заросло. А вон, не помню, как называется. Асока. Вот что здесь происходит-то вообще? Обалдеть. Сейчас надо в поток попасть. Ух ты, какой песок. Так. Обалдеть. Вот это... Вот это крутик тут. Так, так. Так. Все, направо уходим. Я попал в поток. Нет, я в водовороте. Так, по водовороту спускаясь. Поток. Какая мель. И круглые камушки на дне. Красота. Тут пять потоков сходится. Еще один поток. Так. Помогаем им. Водоворот. Все, большая вода. Тут, наверное, таймень стоит. В таких водоворотах. И, конечно, не знаю. Какая эфира. Судя по космоснимку сейчас будет интересное сужение моей протоки. Сегодня я людей еще не видел, это очень интересно. Вон оно узкое место. Посмотрим как оно здесь, похоже здесь совсем не мелко. Ко мне здесь не ожидается, ожидается бурная вода. Они достаточно мелко. Все, скатываемся с горки. Подадим газу. Вот оно узкое место. Вау. Эх, волны здесь небольшие. То ли дело там были волны, когда ноги задираются до уровня плеч. Думаю, сейчас еще выше задерутся. Берег как будто специально выкладывали. Тут камушки не такие уж круглые. Там были мелкие. Судя по моим часам я уже проплыл 9 километров. А всего нужно 21, по-моему, проплыть. Но это так, по треку, который прямыми линиями нарисован. Кстати, вон там сзади облачность на небе. Вон там далеко прям кучевые облака. А у меня впереди все безоблачно. Опа. Только очередные шиверы. Не шиверы? Неправильно сказал. Отмели. Которые нужно как-то проскрестись. Наверное, вон к тому потоку надо плыть. Впереди какая-то дымка. И вот получается, что сегодня от грота Козий двор не будет видно Саяны из-за этой дымки. А вообще должно быть видно, но я не видел. Когда я был, был туман. О, тот поток тоже хорошо идет. Но у меня по Космостинку там мель была отмечена конкретная. Поэтому я туда не пошел. Отдадим жару. Ух, там прям как боком стоит поток тот. О, тут же волны откуда идут. Да, там всякие палочки еще торчат по бокам. Тут ступенька хорошая, лютая. Ой, поваленные деревья там еще грусты. Ладно, хорошо, что я туда не поплыл. Основной поток ушел налево, а по моим записям почему-то я должен плыть направо. А направо тут перекат. Мне кажется мелко. Но перепад здесь хороший. Красивая ступенька. Попу надо держать повыше. Да, да. Опа. 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 Это какая-то авантюра. Опа. 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 Обожаю узкие протоки. Так, можно сесть нормально. Лодка вроде не спускает пока. Так, последний участок мелкий. Похоже надо слева плыть. Опа. 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 Отлично. Втерся. Я почти что берег достаю. Ааа. Давай ближе, ближе. Аааа. классная протока не зря я сюда заплыл но воды мало она становится широкая и течение падает итак нижняя часть этой протоки впереди конкретнейшая ступень по ходу сейчас я получу по заднице по полной это уже не игрушки не воды нормально много а а а а а руку все промочил справа еще какое-то а водоворот было течение и нет течения красота вот эта ступенька зачетная даже воду налил ну ничего я хапнул уже на этой протоки здорово вон по локоть мокрый впереди меня хребет который тянется от раздолья вдоль реки и где-то там правее грот козий двор я там уже был снимал видео можете посмотреть найти кроме того и там есть еще узкие пещеры я такие узкие пещеры не очень люблю я там один человек кое-как протискивается что там смотреть я люблю простор ну протиснулся ты в эту вот кишка кишка вот называется одна из пещер так и называется кишка протиснулся ты в кишку вылез из нее ничего не увидел стены потер но конечно ощущения будут все равно а вот и потоки левые которые я игнорил я там кстати не снимал я еще в третью ступень попал переката и он такой длинный был широкий и ступень такая на метр наверное было я конечно же застрял там и лодку боком разворачивал и всяко-разно там крутился по этим камушкам пока наконец-то я не скатился по ним вниз вместе с камушками с этими он жаль не заснял но таких моментов конечно много когда думаешь да тут нечего снимать а потом оказывается ё-моё камеру не включил вот это тоже бурная протока но тут совсем мало воды это все-таки более полноводная а вот основная протока уже где-то технику слышу пахнет бензином одно из интересных и загадочных мест китая судя по космоснимку махар в этом месте воды вообще не должно быть и основное русло и вообще все русло должно идти вот там за этим островом короче оно там пересохшее русло то я смотрел там русло есть но там нет воды и теперь русло здесь слева это очень интересный момент то есть когда был сделан тот космоснимок непонятно лучше конечно всегда придерживаться космоснимков от гугла они более актуальны и всегда вот например вот этот махар не актуальный оказался ну в этом ничего страшного нет я по гуглу прокладывал маршрут хоть там качество временами очень плохое прошивая и вообще ничего не видно на китое поэтому я взял за основу махар плыву по махар смотрю а трек по гуглу составлен по гуглу я правильно плыву вот воротила здесь как вот эти деревья лежат русло когда это размывало возможно основное ушло туда кстати да налево здесь неплохо плыву так то скорее всего я соединюсь так ну там шевера уже мелкая не хочу туда плыть меня уже туда несет просто-напросто что же делать кого камень тут лежит а это бревно мне не хватало так осторожно здесь надо зад приподнимать опа коленками на баллоны не задел огонь хороший поток хорошо что я сюда срулил неизвестно какая там шевера той струе перепад вон какой метр два наверное традиционно курильский чай а вот ромашек не видно сиреневых берег он повалился постоянный процесс идет на реке русло меняется где-то размывает где-то нарастает береги бастионы в которых скрыт грот козий двор а вот уже первый грот какой-то прямо у кромки воды в этой породе много гротов ну так условно много но сюда никак не подойти только на лодке вот красиво какое местечко сейчас подплывем в ух опасно здесь вот он грот небольшой конечно да совсем небольшой скала опять какой-то ящер пьющий китой вот глаз ящер водоворот нужно просто искать грот и пещер они есть это какие-то наверное карстовые породы сам козий двор это наверное карстовый провал вот хочу посмотреть вот тут место вроде бы распадок можно по нему спуститься к воде или нет потому что я тогда вот за этим бастионом спускался очень круто было или подняться здесь или спуститься вот как раз где завал распадок спускается да он спускается прямо в завал вот тут где тополя стоят немного бережок есть да можно спуститься отлично можно тропу не вижу пока и вот сюда на бережок других вариантов нет так тропа похоже есть есть тропа и вон туда спуститься или даже вот на этот остров можно выйти все тут недалеко километр примерно от козьего двора отлично а там протока на остров не выйти но значит туда только кассина буду знать так смотрим гроты так грот где то есть где то есть вот он вот в этих ближних бастионах но он там скрыт его ни сверху не видно ни снизу с квадрокоптера только можно найти хорошая тут скорость хорошенькая вон торчит скала и за ней налево грот козий двор я вспомнил место я хотел где то вот тут вот среди этих бастионов спуститься с рюкзаком но как-то слишком круто там хотя там тропка вроде была какая-то это видимо козья была тропка пока не вижу ни одного грота не пещеры берег тут хороший о какие бастионы все видимо от меня все скрылась вон вон пещера слева от бастиона внизу кажется пещера очень круто туда лезть может быть это грот так впереди перекат шумит ты это прямо как толстый брат у параболы в ергаках западных саянах сверху этого не увидеть не понять и вон там как будто бы тропки идут но я не представляю как по ним ходить вон там еще какое-то место есть так что у нас впереди перекат вот они бастионы и там за ними козий двор в общем я не вижу особо пещер тут она где то есть пещера может она ниже а я выше смотрю может она вот в этих столбах где то там сейчас я причалю за поворотом где я в прошлом году отчаливал там причали вот это вид с воды просто шикарно да часто я точно знаю где козий двор вон там такая седловинка и за ней налево провал вон грот здоровый такой вон там два отверстия вон пещера какая-то ага точно и вон еще много да класс сейчас попробую на коптере там пролететь а надо сейчас вот тут налево причали заводь вот за этим огромный скальником не знаю как его назвать наверху как раз козий двор как-то надо протиснуться мелко тут вон грот какой большой да к нему не залезть наверное так сейчас вот тут причали рано вот так вот на перекатах и застревая потом барахтаюсь так ленечко еще на камне сижу что за танец маленьких лебедей сорвался все никакого течения нет теперь только красота это уникальное место сверху вообще не видно такой красоты вокруг грота летает полно стрижей это опасненько летать на квадрокоптере зато красота шикарные виды шикарные посмотрел расписание оказывается у меня автобус не в 16.00 а в 18.00 у меня еще время есть но я все равно наверх сюда не полезу не в этот раз я этого переката не помню вообще мне кажется я здесь гладенько плыл в прошлом году пока козий двор еще увидимся было принято решение не плыть вдоль левого берега а поплыть вдоль правого берега до моста пешеходного возле раздолья какие то деревья то ли они тут росли непонятно то ли их копали перекатик а на правом берегу тоже есть деревенька то ли черемшанка называется то ли большая черемшанка сейчас сейчас не помню то есть тут нет автомобильного моста между берегами автомобильный мост там только в ангарске ну объездной мост перед ангарском все тут выше по течению никаких мостов нет автомобильных левый берег и правый берег они отдельно и вот только здесь вот в раздолье есть пешеходный мост то есть они из этой черемшанки могут сходить в магазин или в школу там например в раздолье также могут дойти до раздолья сесть на автобус уехать там в усолье сибирское или в ангарск тут конечно есть дороги но они как я понял все лесные никакого асфальта здесь нет по правому берегу до какого-то момента там потом дачи начинаются а чебогоры там вот в чебогорах я ночевал в прошлом году не знаю есть там асфальт или нет я эти чебогоры видел только с квадрокоптера потому что они далековато от берега время 13.17 впереди показался поселок раздолье и пешеходный мост я фактически приплыл нужно четыре дня для этого маршрута если быть очень шустрым и не об не обносить некоторые шеверы то можно наверное за три дня допустим утром приехать как каким-то образом в Аршан или с вечера приехать утром выйти с Аршана и за день перейти перевал до Китоя за полный день допустим восемь выйти и дойти до Китоя это нормально можно и еще два дня на сплав останется потому что соточку сплавится за один день ну это это надо постараться если постараться то можно но лучше на это не рассчитывать три дня минимум я сплавился за четыре дня потому что долго шел через перевал в общем я и планировал так скорее всего думаю пока я в обед приеду в Аршан пока я дойду до перевала у меня уже опыт такой есть что только перехожу перевал и все уже дальше смысла особого не таки нужно ночевать так что поздравьте меня с успешным можно сказать завершением маршрута там грозовые облака в стороне восточных Саян в стороне Ангарска безоблачное небо еще один маршрут в копилку я его соединил пешеводный маршрут с восточными Саянами это очень был интересный вариант я продумывал разные варианты хотел идти через Белокопытку но там тропы никакой нет 10 км нужно лезть по Бурелому по тайге непонятно как по руслу протискиваться непонятно какое там русло сколько там каких водопадов в общем это сложный вариант и лодку то нужно вот эту тащить а не ту желтую на которой вот отсюда можно от раздолья сплавляться спокойно да и мне отсюда от раздолья сплав тоже нравится хороший сплав особо грести не надо за два дня можно сплавиться до Ангарска так а что нас ждет впереди где мне выходить то а я же хотел проплыть мост точно проплыву мост и прям под ним там есть какой-то карман и в него пристану причалю мост интересный если его покрасить в белый цвет он будет так же эпично смотреться как мост в шаманке а так у него краска ржавого цвета это модная краска но не эпичная вон сотовая вышка торчит то есть со связи тут все ок впереди огромная отмель плыть похоже надо влево а вот тут остров слева это остров не остров это уже наверное не остров называется сплавной название у него такое типа сплавщики кто сплавляется по китою они на нем ночуют и утром уезжают на автобусе утром автобус в 8 часов идет я думаю что все автобусы идут от магазина девятка в центре раздолья можно посмотреть на картах на гугл карте или яндекс карте не помню точно а сюда автобус идет от автовокзала в ангарске но не от самого автовокзала там техникум есть рядом вот от этого техникума идет нет 37 34 Субтитры сделал DimaTorzok Так грустно Вещи активно сохнут Очень медленно собираюсь Ветер хороший дует Посмотрим на дно Жестко я царапался на перекатах Так Надо спускать Раздулся Не вижу никакой царапины Вообще ни одной Вот этот баллистический нейлон Коржаева Какая-то уникальная штука А нет, вот царапинка Ага Просто чуть царапнул Ну это китай Здесь камни круглые В основном А вот царапина какая-то Вот Нашел царапину И вот конкретная царапина Ну это не царапина Как бы Я думаю она затрется Эти царапины Еще затрутся Другими царапинами Но Я вообще в шоке Я рад Все очень четко Как я ее там Жестко Тащил Царапинка Как будто каким-то лаком покрыто Ладно Ничего пока не вижу больше Вон там еще Как будто Но это грязь наверное А ну вот если Вот так посмотреть Под углом Вот они царапины Их все равно Должно быть видно Я же тащил по камням И меня протаскивало По камням Да-да Вот сейчас я начинаю Разглядывать их Внимательно нужно смотреть Но они как бы Это не повреждение Вообще Класс Спасибо Сергею Коржаеву За наше счастливое детство А пацаны прыгают С моста в китай Скрутил по крафт Вот в такой вот Рулончик скручивается По сравнению с подштучником Допустим Ну чуть больше Подштучника По габаритам Вместе с фартуком Весит 3,5 килограмма Вот по сравнению С лопастью Весла Грязно тут Камни грязные Перевесла буду скручивать Надо уже собирать все это Жара неимоверная Хорошо что я тут На ветерку остановился Итак Все свое хозяйство Я упаковал Вот в этот рюкзачок Примерно 90 литров Весло Там покрас Со всеми остальными вещами Выдвигаюсь в раздолье Закончился мой поход До новых встреч В моих фильмах А я поехал домой Все уже иду по раздолью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok